12 мая в преддверии Международного дня семьи в столице Верхней Волжи объявили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие прошло в зале Тверской филармонии. Награды победителям вручили губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев. В этом году в областном этапе конкурса участвовали 52 семьи. Это более 300 человек. 104 родителя, 163 ребенка, 52 внука и правнука. Победители регионального этапа определены в пяти номинациях. Они представят Тверскую область на всероссийском уровне. Хочу сказать спасибо гражданам и спецслуживающим родителям за ваш непростой и очень важный труд, который вы делаете и для нашего региона, и, конечно, для Российской Федерации. Все семьи, которые участвуют в конкурсе, а также родители, которые сегодня будут награждены почетными знаками славы матери, славы отца, заслуживают глубокого уважения. К участникам и победителям конкурса обратился депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Он отметил, что сейчас особенно важно сохранить институт семьи как образец культурных и духовных ценностей. Игорь Руденя и Владимир Васильев наградили обладателей почетных знаков «Слава матери и слава отца», которые вручаются за заслуги в воспитании детей. Значительный личный вклад в возрождение семейных традиций. Знак «Слава матери» вручили Ирине Гайдиной из Торопца. Ирина и ее супруг Николай вместе уже более 20 лет. Они воспитывают пятерых детей. Дети мои самые замечательные дети. Старший, он у меня в военной академии учится, да, будущий офицер, инженер. Екатерина у меня, ей 14 лет, она еще у меня учится. Два мальчишки потом, они тоже ученики учатся. И маленькая, год и три, самая лапочка. Знак «Слава отца» удостоен Александр Кубышкин из Упцовского округа. У Александра Тимофеевича шестеро детей, три сына и три дочери. Награда, значит, заслужили, значит, наш труд и жизнь прожита не зря. Ребенка вложить в свою душу и что в ней есть, все, что хорошее, отдать ему. Молодой семьей 2023 признаны Александр и Ирина Смирнова из Твери. Они воспитывают двух дочек, которые занимаются фехтованием. У семьи богатое хозяйство с животными, птицами и различными посадками. Мы выращиваем животных, хозяйственных животных и птиц. Занимаемся спортом, ведем волонтерскую работу. Современная молодая семья – это в первую очередь люди, занимающиеся активно спортом. Для нас также важно ведение сельского хозяйства, потому что в наше время продукты, которые продаются в магазине, они не отвечают всем качествам. Продукция, выращенная своими руками, она экологически чистая, не наносит вред здоровью. Победителями в номинации «Сельская семья» стали Денис и Инга Поспелова из Калининского района. Они основали семейную столярную «Мастерская Поспеловых». Проводят мастер-классы для детей. Развивают подсобное хозяйство. Рядом с домом разбили яблоневый сад. По традиции сажают новые деревья в дни рождения дочек. Их у Поспеловых трое. Когда мы приехали, там был просто голый участок, ничего не было. Мне вот, например, хотелось всегда яблоневый сад. И вот с каждым годом мы вот сажаем, 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 чтобы уже когда мы, когда уже мы вводим в возрасте, а наши дети вырастут, чтобы у нас был к этому времени свой яблоневый сад. То есть это желание, которое в нашей молодости появилось. И вот по сей день оно так растет и увеличивается. Золотой семьей Верхневолжи в этом году стали Константин и Валентина Белова из Вашневолодского округа. В номинации «Семья. Хранитель традиции» победила семья Михаила и Снежана Петровых из Осташковского округа. В номинации «Многодетная семья» награждены Владимир и Татьяна Шуваловы из Твери, воспитавшие девятерых детей. Все семьи победителей регионального этапа конкурса получили сертификаты на 100 тысяч рублей.